В наши дни продовольственный рынок все больше и больше пополняется напитками, содержащими высокий уровень кофеина и таурина. Все мы знаем их под общепринятым названием – энергетики. В каждом магазине можно найти отдельную полку, содержащую огромный выбор этих напитков. Только недавно ажиотажный спрос на них начал контролироваться властями Республики Татарстан. А теперь закон по регулированию продаж энергетиков перешел на рассмотрение на федеральном уровне. Еще в ноябре 2022 года в Республике Татарстан был установлен запрет на продажу тонизирующих напитков лицам, не достигшим 18 лет. Возможно, скоро он будет действовать по всей России. Закон имеет абсолютно логичное объяснение, ведь постоянное употребление энергетиков имеет свои негативные последствия. Промышленные энергетические напитки появились на рынке в последние четверти 20 века, когда один австрийский предприниматель, побывав в Азии, решил открыть их промышленное производство. На первый взгляд энергетик кажется абсолютно безобидным, ведь считается, как правило, что это ароматизированная газированная вода в жестяной баночке. И ее дизайн максимально яркий, больше походит на упаковку детского лимонада. Исследования показывают, что за последние 10 лет количество молодых людей возрасте от 18 до 24 лет, потребляющих энергетики по России, в среднем выросло до 53%. Но какую опасность несут тонизирующие напитки на самом деле? Основным активным веществом в составе этого напитка является кофеин, распространенный психоактивный элемент. Казалось бы, большинство людей употребляют его с самого детства. Основная загвоздка в его количестве. Ведь в среднем в 100 граммах напитка находится около 25 до 40 миллиграмм кофеина, а значит в стандартной банке находится 125-200 миллиграмм. Для сравнения, в одной чашке эспрессо, он считается одним из самых крепких видов кофе, содержится всего 60-80 миллиграмм. Что же входит в состав энергетиков? Одним из компонентов является кофеин. Может в напитке заменяться теином или метеином. И он в основном служит для повышения умственной и физической работоспособности, но кратковременно. А кроме этого он увеличивает частоту пульса, повышает уровень артериального давления и во многих случаях может вызвать аритмию. Также в состав входят витамины и глюкоза, которые на первый взгляд должны поддерживать организм, повышать работоспособность. Но концентрация сахаров в напитке повышает нагрузку на поджелудочную железу. Что касается подростков, их норма потребления кофеина в день равна 100 миллиграммам. Но тенденция на потребление энергетиков все растет практически все. Видеохостинги наполнены контентом, связанным с ними. Блогеры на них делают обзоры, а любители рукоделия используют банки как часть декора в комнате. И количество тары на фоне видео впечатляет. Также опасность таких напитков кроется во втором по объему компоненту сахаре. На одну банку в среднем приходится около 50 грамм сахара, а значит за раз человек употребляет аж 14 чайных ложек сладкого усилителя вкуса. Даже если появились напитки, в составе которых содержится заменитель сахара, то положение это не спасет. Некоторые виды сахарозаменителей провоцируют сердечно-сосудистые заболевания и приводят к накоплению жиров. Сильное увлечение этими напитками может принести огромный вред организму, ведь концентрация кофеина и сахара в них крайне высока. Это ведет к риску заболеваний сердечно-сосудистой, нервной и желудочно-кишечной систем. Какие последствия приема энергетических напитков? Это упадок сил, раздражительность, депрессия, бессонница, повышение давления, гипергликемия и сахарный диабет, вплоть до развития токсического отравления и коми летального исхода. Кроме того, большое количество витаминов группы В, а также красителей при приеме энергетика может вызвать аллергические реакции. Здоровье зубов и лишний вес также зависят от употребления энергетиков. Ухудшение эмали зубов, эрозия, кариес – обычное явление у любителей энергетических напитков. Как минимум, энергетики приводят к появлению кариеса, снижению иммунитета и росту количества сахара в крови. Такие напитки истощают нервную систему, вследствие чего человек плохо себя чувствует. У него снижается работоспособность, возникает депрессия и необоснованная раздражительность. Энергетические напитки противопоказаны маленьким детям и подросткам до 18 лет. Женщинам при беременности и людям с гастритом, панкреатитом, другими болезнями поджелудочной железы и желудка. Валерия Карташова, Фарид Захитоглы, Универньюз.